Так, значит опять цитата из трудов Юницкого. Благодаря своим уникальным качествам ИСТЮ нашел поддержку на самых различных уровнях, которая выражалась в том числе и в виде финансирования работ по программе ИСТЮ. Да, это было, в том числе гранты ООН. Стоит отдельно отметить, что ИСТЮ разрабатывается под агидой ООН регистрационные номера проекта в базе данных ООН, да, так, ФСРУС-98С-01 и ФСРУС-02С-03. И что здесь такого? Да, я получил два гранта и сделал большую работу и это произвело впечатление в Организации Данных Наций, в частности на заместителя генерального секретаря ООН Клаус Топфер. Это бывший министр транспортно-инфраструктуры Германии, Объединенной Германией. Он знает толк в транспорте. Это он давал грант, он подписывал документы Клаус Топфер. Я лично с ним знаком. Я ему действующие модели показывал. Он говорит, я верю, это супер, но покажите сертифицированный продукт и мы будем продвигать его по всему миру. Мы не можем идеи продвигать. Нам надо осваивать Африку. Там проблемы с расселением людей. И вот и он дал это, замгенерального секретаря ООН мне вот цифры это дал, что за 30 лет население городов мира вырастет на 3 миллиарда человек. Эти люди куда пойдут жить? Города. Мегаполисы. В Москву, в Нью-Йорк, в Токио, в Дели, в Мехико, в Вашингтон, ну и так далее. Для них нет рабочих мест, нет жилья, нет дорог, нет школ для их детей и так далее, нет инфраструктуры. Они полезут в эти города, где и так проблем хватает. Он говорит, покажите вот это, что вы делаете. Расселение. Вот то, о чем я говорил. Города линейные, мегаполисы линейные, вот эти шахматные. Жизнь в природе без нарушения экологии. И вот туда пусть люди идут жить, в том числе и в Африке. Они сейчас в лачугах живут, в картонных коробках. И мы тогда, Ваш проект будем продвигать по всему миру. Поэтому я выполняю, в том числе, на пустые, вот заместитель генерального секретаря ООН. Их делать, хочу сделать сертифицированный продукт, чтобы в том числе прийти в Организацию правительных наций и сказать, продвигайте нашу вот уже не идею, а готовые технические решения. Готовую сертифицированную систему, даже не систему, а комплекс систем. И в Азии это надо, и в Европе это надо, и в Америке, и в Африке, и в Австралии. Везде это нужно. Поэтому, что да, это нормально. Про поддержку ООН. В 1997 году президент Республики Беларусь Лукашенко поручил премьер-министру Республики Беларусь окажите поддержку разработчику за решение опытно-конструкторских работ по созданию струнно-транспортной системы. Поручение номер 09-801-42 от 21.02.1997 года. Конец цитаты. Да, это так было. 18 лет прошло при поддержке, казалось бы, самого президента. Где реальный результат? Самого президента. Где реальный результат? Это поддержал президент, но он поручил другим эту работу сделать. И я просто, чтобы не все это знают, расскажу вкратце, что дальше произошло. Президент поддержал. Мы, кстати, с ним познакомились и встретились в Ганновере на выставке. Тогда Александр Игорьевич был выездной, сейчас он не выездной, а то он не может понять. Это был 2006 год. Ой, 1996 год. Я участвовал в выставке инноваций от Республики Беларусь. И там была действующая модель. Вот он, Александр Игорьевич, увидел это. Ему понравилось. Говорит, это в Беларуси? Да, в Беларуси. Да, давайте я поддержу. А потом полгода я работал с администрацией президента Республики Беларусь. Убедил огромное количество экспертов, что это все серьезно. Поверили, там были десятки экспертов. Потом помощник президента Капитула, доктор экономической наук, написал письмо президенту, что надо поддержать эту технологию. Потому что это прорыв. Это то, что поднимет экономику в Беларуси в разы, в десяток раз. Потому что мы можем разработать технологию, потом продавать по всему миру, как технологию. И на этом зарабатывать миллиарды долларов в год. Потому что в Республике Беларусь нет сырья, нет ресурсов, кроме интеллекта. Что мы можем процвести на интеллекте. Поэтому президент поддержал, тем более он увидел даже действующую модель, и поручил премьер-министру. А как замотать любую идею, любое предложение? Поручить министрам. Поручил пяти министрам. Министр транспорта, министр экономики, министр внешнеэкономической связи. Потом был еще министерство инвестиций. И еще... А, науки. Пять министерств. Короче, я год ходил по этим министерствам. Были куча совещаний и так далее. Я вот просто скажу об одном из посещений одного из министров. Это министр науки и технологии. Я не буду называть его фамилии. Так, это был вот 1997 год. И он, имея поручение президента поддержать, причем это его прямая обязанность, вот это комитет по науке и технологиям. Что он мне сказал? Через мой труп. Я говорю, почему? Через ваш труп. Он привел два аргумента. В Беларуси нет одноразовых шприцов. А я буду всякую хрень финансировать, типа струны. Это был один аргумент. Второй аргумент. Да ваш что-нибудь поедет над лесом и все листья падут. Это был второй аргумент. Министр науки. И поэтому он лег ко СМИ, чтобы не пошло финансирование. И чтобы эта разработка не увидела жизнь. Это один министр. Второй министр, министр транспорта, я тоже не буду его называть фамилию. Он был до этого заведующим гаражом. А потом стал министром. Так вот представьте видение зав гаража будущего транспорта. И кстати у него тоже была печальная судьба. Потом не знаю по какой причине он выпрыгнул из окна и разбился. Министр. Так вот этим министром была поручена поддержка. И какая поддержка может быть после этого. Ее не было реально. Поддержки не было. Но президент действительно поддержал. Так вот я пришел снова в Беларусь. Не деньги искать и просить. А тогда мы просили деньги. А мы пришли как инвесторы. с готовой технологией с четвертого поколения. И мы хотим здесь построить тесты участки за наши деньги. Не за деньги государства. И государству дать технологию, которая поднимет экономику страны на порядок. И повысит благосостояние всех граждан Беларуси. Всех. Если даже монголы продав лицензии китайцам на таван толгой, где огромные залежи угля. Косущие угля. Китайцы заплатили деньги. А монголы не по карманам рассовали это. А отдали акции всем гражданам Монголии. И сейчас они акционеры вот этого предприятия граждане Монголии. И фактически каждый из них станет миллионером. Вот у нас такая же позиция. Мы не просим ничего. Мы хотим дать. Поэтому поддержка была президента, но она была виртуальной. Не потому, что Александр Григорьевич что-то неправильно поступил. Это замотали чиновники. Это самое. И что? Когда в любой стране так чиновники работают.